Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Добрый день, уважаемые дети! Здравствуйте! Добрый день, уважаемые школьники! Учитель с 30-летним стажем Марина Ковшова вычитает и умножается своими учениками изо дня в день. В школе говорят, повторение мать учением, но порой одни и те же события становятся бесконечным Днём Сурка. День Сурка и как для учеников, и для меня, наверное, на протяжении 30 лет, День Сурка есть и будет. И без этого невозможно. В этом вся наша память. Самые крутые Дни Сурка, наверное, у нас, у педагогов. Большинство людей под Днём Сурка подразумевают своеобразную петлю времени, повторение одних и тех же событий, действий. Наверное, подобная монотонная деятельность может встретиться в любой профессии, не только у учителей, но и у творческих работников. Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева, и пришло время универсального формата на телеканале «Самара Гиз». Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева, вы смотрите телеканал «Самара Гиз». Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева, и пришло время универсального формата. Даже интересная и разнообразная работа может стать монотонной, и иногда День сурка подбрасывает настоящую свинью. Был эфир за эфиром, эфир за эфиром, были записи еще, и в один прекрасный день я пришла на работу с чувством невероятным, что все, наконец-то сегодня я смогу отдохнуть и заняться какими-то текущими неэфирными делами. Как вдруг прибегает охранник, говорит, Юля, пришли гости на эфир. Ну, пришлось мобилизироваться, быстро побежать в гримерку, как-то себя привести в порядок, уже выйти к гостям и провести записи эфира достойно. Единственный, кого не заботит пресловутый День сурка, это сам сурок. Народная примета гласит, что проснувшись, сурок должен выйти на улицу и принять важное ответственное решение. Если он начинает сладко потягиваться и умываться, значит теплая весна не за горами, но если бежит обратно в норку, значит до тепла еще далеко. На российской широте в феврале месяце еще очень холодно, поэтому наш сурок продолжает сладко спать. Ну что ж, не будем ему мешать и подождем, когда он проснется. Сотрудники зоопарка говорят, наши спать будут чуть ли не до середины марта. А с просонья очень хотят кушать. Сочные корма, фрукты, овощи, то есть морковь и яблоки там, верно. Судя по поведению нашего сурка, морозы еще не заканчиваются. Все мы продолжаем пребывать в ожидании тепла. Единственный зверек, вышедший из спячки и дающий нам надежду на потепление, это ласка. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, Константин Головин. События.